Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и продолжаем проходить Tower Conquest. Как раз мы энергию накопили, заберем бесплатно мечника. Хотелось бы, конечно, и этих забрать, они стоят в принципе недорого, но побережем кристаллы. Так, у нас закончилась тренировка. Не понял я, что она дает, конечно. Ну ладно, пускай будет. И я думаю, что можно приступить, наверное, к бою. Кто у нас тут будет сейчас? Так, четвертый уровень. Здесь добавился у них, кто по ходу дела, рога. Сейчас мы увидим, что он делает. Как обычно, вначале ману копим. Теперь строим мечника. Ну а за ним и пилу. Ага, вот у рога у нас. Вы видели, что он делает, а? Он в инвайс входит. Нет, так дело не пойдет, парень. Блин, смотрите, у него атака довольно сильная по замку, по-моему. Прошла. На-ти-ка фаербол. Отлично. Как он быстро разбирает моих юнитов, этот рога, а? А кто же вот это тогда не могло врубиться? Какой-то гвардеец. Ладно, это даже и не важно. Так, карточка куда полетела? Иди-ка сюда. Не, ну лучников он разбирает просто на раз. Да, в принципе, и против мечников он неплохо дерется. Довольно такой сильный юнит. Нате вам, выкусите, как говорится. Манна накопилась у нас. Ну, да бей. Отлично. Так, ну, сейчас мой лучник сляжет. Обидно, конечно. Да ты заколебал своими рогами уже, а? Просто на раз. Надо будет как-нибудь его себе открыть. Если будет такая возможность. Ну что, в принципе, в принципе, мы уже дошли до его замка. И думаю, возможности у него спастись не будет. И даже роги твои не помогут тебе. Потому что вышел мой амбал. Который будет вас тут крошить. Отлично. Все идет великолепно. Так, амбал, давай быстрее. Время поджимает. Я хочу получить бонусы. Тут, видите, получаешь бонусы за что? Если твоему замку не нанесено повреждение, это первый. Второй, если я укладываюсь во времени. Ну, по ходу дела я не уложусь. Ну, а третий, естественно, разбомбить вражеский замок. Поэтому я получаю только одну звездочку. А меня это не устраивает. Можно, в принципе, переиграть. О, девятый уровень получили. И дали нам, если честно сказать, ту фигню. Что тут такое? Ладно, рекламу мы этого пропустили. Что? Наверное, проапать нам надо всех. Так, пила, апайся. Мечник тоже. Лучник. Зомби. И великан. Ну что, можно, в принципе, продолжать. Энергия у нас полная. Поэтому все чики-чики. Опа-на. А здесь кто? Босс. Босс в виде какого-то... Наверное, король какой-нибудь. Блин, а тут уровень нам, ребята, придется переиграть. Потому что... Очень плохо я его закончил. И мне в конце не дадут дополнительных... Юнитов или реварда. Ну, давайте вначале этот пройдем с вами. По-быренькому, я надеюсь. Так, мечник, давай не тупи. Ага, замечательно. Фаербольчик. Замечательно просто. Ну что, практически у ворот его замка. Начинаем разбирать. Так, так, так. Рога пошел и вон, и... Блин. Какой же он все-таки этот... Мощный. По атаке в плане. Ага, вот и босс вышел. Ребята, это плохо. Мне нужно срочно своего вызывать. Давай-давай-давай-давай быстрее. Выходи, великан. Хотя, не такой уж он и сильный. Если посмотреть. Уже практически убили. Да выходи-ка давай. А если честно, я надеялся, что он будет более такой... Матерый. А оказался ватным. Ну что ж, нам только лучше от этого. Так, сдули мы всех этих... Куда подальше. Фаербол. Рога что-то замер там у нас. Взорвись. Ах ты чмо. Прошел мимо. Ладно, он уже валяется. Лучник против лучника. Хе-хе. Друг друга убили. Ну что такое? Ну что опять не так все пошло? Вроде убили босса. Должны идти спокойненько. Нет, вот начинается ерунда всякая. Так, фаербол. Фаербол. Замечательно. Ну, в принципе, и на этом все. Ему сейчас будет крышка. Давайте-давайте, добивайте, ребята. И приступайте к разборке замка. У меня осталось всего, грубо говоря, 10 секунд. На все про все. Есть. Мы проходим этот уровень. Как я считаю, без проблем. Босс тут оказался ватным. Давайте заберем сундук. Что нам тут дадут? Мечника, крестьянина. Деланду, короче. А вот и реворд. Видите, ребята, о чем я и говорил. Зорю мы заберем. Этих двух мы не получим, потому что вот здесь оно не пройдено. Давайте переиграем. Конечно, не хотелось бы тратить на эту энергию. Ну и хочется посмотреть все-таки, что они нам дадут. Думаю, сейчас по-быльникам мы пролетим. Уже без этих... Без косяков. И получим долгожданный реворд свой. Черт, опять этот рога в инвайсе. Опять он к замку моему, а? Блин, не получилось, ребята, опять. Не получилось. Он нанес урон моему замку. Соответственно, у меня уже бонус не прокатывает. Гребаный рога, а? Надо как-то немножко по-другому сделать там. Не мечника, наверное, в первую очередь выставить, а пилу. Он через пилу пройдет в инвизе. Ну и мечник его уже будет поджидать. Вообще довольно легко прошли. Так, надо еще разок переиграть. Ё-моё, это я еще одну энергию на это потрачу. Мне останется всего две. Да, получится довольно-таки короткий у нас уровень с вами, ребята. Точнее, видео. Потому что, как вы понимаете, я завишу тут от энергии. Как она только заканчивается, дальше смысла не вижу снимать, потому что ждать. Ну вот, вот то, что я, в принципе, и хотел сделать. Отправил пилу первым, потом мечника. И сейчас у нас все должно получиться. Да не должно, а получится даже. Так, пикещицы, иди отсюда. Так, вот плохо, когда они все в куче. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Тихо-тихо-тихо. Потому что он проходит сразу, видели. Через троих, четырех, пятерых. Ну, пока вроде бы все хорошо у нас обошлось. И продолжаем. Да, кстати, видели, что когда я убил его замок, уничтожил. Времени больше здесь не идет по этому поводу. Только вот осталось, чтобы не нанесли повреждение моему замку. Потому что это плюс. Главная моя задача не допустить его к моим вратам. Ну, а мы практически подошли. Сейчас потихоньку их разберем всех. Нет, зачем же потихоньку? Надо по-быстренькому. Так, Рогу, успокойся там нафиг, а. Ты уже достал. Инвизить. Ну, инвизить, если кто не знает, это в невидимости проходить. Так, я завербовал врагов ненадолго. Они сыграли мне на руку. Ну и все, замок разбит. Идем смело получать свой приз. Ну-ка, давайте глянем, что здесь. Опа, видите, как замечательно. Нам с вами дали... Я уже забыл, как его звать-то. Бишоп. Это лекарь. Босс-лекарь. Но я думаю, брать его, наверное, не стоит. Меня вполне пока устраивает великан. А открыть можно. Чем мы сейчас и займемся с вами. Так, открыли Бишопа. Да, конечно, он слабоватый. Ну и магия, сами вы видели. Он отхиливает своих юнитов. Точнее, моих юнитов он будет отхиливать. Мне это, в принципе, не к чему сейчас. Да, боссов здесь очень... Ой, боссов. О чем я говорю? Раритетных юнитов здесь очень много должно быть. У меня пока два. Так, кого заменить можно, а? Да никого. Так, наверное, и ставим. Я просто думал, что можно взять двух боссов. Но, оказывается, нет. Тут выбор. Или великан, или бишоп. Ну, я, естественно, оставлю великана. Потому что у него урон. А у бишопа отхил... Ну, невыгодно, одним словом. Нет, все-таки не буду я его ставить. Причем мой фиолетовый, а он желтый. Ну, это, наверное, разница в подклассах. Все-таки у меня андет. А там королевский какой-то там мудила. Так, а это что такое у нас? С пятнадцатого уровня открывается сквад-слот какой-то. Нам еще до этого уровня пиликать и пиликать. Ну что, переходим в джунгли. Так, тигр какой-то здесь будет. И чувак в шаолинской шапочке. Как у нас близко стоят домики-то, а? Куда побежали? А, это крестьяне, видимо. С лопатой. Монах. Ладно. Довольно мягкие они, поэтому никаких проблем не вижу. Ну что, все. Разобрали почти домик на его ноге. Ага, вот и тигр. А вот тигр уже, ребята, посерьезнее. Посмотрите, по атаке. Чуть меньше к моему не урыл, если бы они вдвоем бы его не начали атаковать. Замечательно. Проходим далее. Второй уровень. Тут уже добавилась какая-то псина. Ну что, мечник у меня пошел. Следом пила. Интересно, что пёс делает у нас? Ничего, просто лает. Значит, этот уровень мы проходим с вами тоже без проблем. На, выпуси. Фаерболл был очень кстати. Такая музыка прикольная. Так. Ну, лучники сейчас издалека. Они сделали свое дело. Блин, я бы лучников, конечно, своих бы заменил на более продвинутого юнита. Но пока у меня такого нету. Так, здесь добавляется какой-то... А, ребята. Закончилась у нас энергия. Ну что же. Давайте с вами увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok